Слава Нашему Господу! Слава Богу! Сегодня при этом мы, братья говорили, поздравляли вас и всех нас. И только что сестра Рассказа Творения сказала, что она получила Дух Святой в 54-м году. Мне было только 4 месяца. Я очень благодарен Богу, что мы имеем этот Дух Святой, мы имеем это благословение, мы это помазание. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сказать, что сегодня мы поздравляем и говорим о этой чудесной пятидесятнице. Но я хотел бы сказать, две тысячи лет тому назад она была, но она ничуть не изменилась. Пятидесятница была и остается Пятидесятница. К сожалению, Пятидесятники изменились. Но Пятидесятница не изменилась и не изменится, потому что Дух Святой – это третье личное божество. Люди меняются, люди изменяются, служение изменяет, поклонение живому Богу изменяется. Но Дух Святой и роль Духа Святой на земле не изменится. Его цель, Его назначение – приготовить невесту ко встрече с женихом для сочетания. И, знаете, помазание, и мы читаем сегодня и слышим о том, что Христос, когда был на этой низкой земле, и я бы хотел немножко остановиться на одном из мест. Вы знаете, там Иоанна мы читаем, и там такой момент есть. И Господь хочет, чтобы мы сегодня уникли, что такое Дух Святой. Христос говорит, это Иоанна, 15 глава 26 стих. «Когда же придет утешитель, который я пошлю вам от Отца Дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать о том, что вы сначала со мной». Ребята и сестры, помните, в день Пятидесятницы или в день перед этим Господь сказал, Сын Божий сказал, когда Он уходил, вы примите силу, когда зайдет на вас Дух Святой. «И будете мне». Часто путают и часто говорят неправильно. Там так и написано, что будете свидетельствовать обо мне. Будете свидетельствовать мне. Свидетели мне. Это две большие разницы. Говорить о Иисусе и проповедовать Христа. Или о Христе, а не Христа. Свидетели мне о том, как Сын Божий был на этой низкой земле. Он был свидетелем перед Отцом, что Он Сын Его на земле. Чего? Его ничто не сокрушило. Его ничто не изменило, не изменило. Он ни в чем не сделал того, что Он хотел или как хотел. Он все сделал по Слову, по воле Отца Своего. И был в воле Отца Своего. Свидетели Ему – это жить в воле Божией и водимем Духом Божием. Когда вы получите силу, сойдет о вас Дух Святой, вы будете свидетельствовать мне, что вы мои и я ваш. Вы будете свидетельствовать. Твоя жизнь, моя жизнь, мое поведение, моя любовь, моя ревность будут свидетельствовать о том, как я Его люблю. Сегодня многие говорят и свидетельствуют о Нем. Хотя далеко можно быть от Него. И вот здесь это местописание говорит, когда же придет утешение, которое я пошлю вам от Отца, Дух Истинный, который от Отца исходит. Он будет свидетельствовать обо мне. О себе о мне. Ребята и сестры, мы крещённые Духа Святой. Мы носим название или диноминацию Пятидесятники. День Пятидесятницы, я хотел бы сказать, мы говорим, вот сестра сказала, в 54-м году, брат в 99-м году. Каждый может сказать, когда. Ребята и сестры, и я так думаю. И однажды, вы знаете, я так вспоминал. И знаете, я не записал. Какой-то это был год, месяц. И я вспомнил. И Господь говорит, а зачем ты вспоминаешь? Я хочу вспомнить, когда я был крещённым Духом Святым. Когда была моя Пятидесятница. Ах, как ты глубоко ошибаешься. Пятидесятница ни разу в жизни, но каждый день, каждое утро, каждый вечер, каждое служение. Пятидесятница живая и реальная. В сушествии Духа Святого, помазание Духа Святого, движение Духа Святого, оно не меняется, не изменяется. И Господь говорит, я хочу, что мои сыновья и дочеря были в Пятидесятнице каждый день. Каждый мы. Потому что церковь будет подниматься Духом Святым. Силой Духа Святого. И, к сожалению, сегодня мы можем праздновать один раз в году. Братья и сестры, дайте один раз. Каждый день Господь сказал, я послал вам Духа Святого. Чтобы вы, я, ты и мы были свидетели, что мы водимые и движимые Духом Святым. Я часто слышу такие слова. Ну, я переживал это. Я думаю, каждый сидящий здесь тоже переживал. Особо в тех местах, где мы раньше жили. Это Украина, Россия, Белоруссия. Были такие служения. Ну, не было таких свободных мест. Дом закрытые ночью. Они утром собираются. Потолок капает. Стены мокрые, сжатые. Постал, уже не повернется в другую позу. Вот так набиты людей. Вот там действовал Дух Святой. Я не раз думал, что здесь наши братья, сестер, славян, большие залы, роскошные кресла. А Духу Святому нет места. Что, Пятидесятница изменилась? Братья и сестры, Пятидесятница стала другой. Дух Святой стал другой. Он сказал, когда же придет Дух? Придет будет те женщины, которые я пошлю вам от Отца Дух истины. Который от Отца исходит. Он будет свидетельствовать о мне. Как? Пророчески? Нет, братья и сестры. Это дары Духа Святого. О Дух Святой свидетельствовать о мне будет, когда Он во мне и я в нем. Это помазание учит нас, но мы не своими Господни. Заметьте, какое свидетельство? Павел и сила в темнице. Ноги скованные в колодках. Неволя физическая. И несвобода. И за что? За что они там? Ну, Павел, подумай, ну почему? Где твоя была вина? Где ты неподобник, неподобник? Ну, а мы же так же сейчас сегодня смотрим. Ну, мы способны на это. Мы часто, я и в том числе и я. Мы можем так. Ну, за что ты Бога днял охрану от Павла? Что он попал узы? Ну, Боже, такой муж. Исцеление. Крещение Духа и Святой. Возложение рук Бога. Крещение Духа и Святой. Не стало Его с нами. Он в темнице. А Бог показал для меня. У вас в этот момент. Что ни узы, ни скорби, ни колодки не отняли силы помазания Божьего. Он там свидетельствует о мне. Что не памят, а Христос. Основание темницы колебается от присутствия Божьей. Это там Пятидесятница. Стены, двери, стражи не могли остановить Пятидесятницу Дух Святой. Братья и сестры. А что нас остановило? Ни уз, ни темницы. А радости нет. А помазания нет. А видения нет. А силы нет. А радости нет. Почему? Кто отнял? Кто отнял? Вот о чем он говорит. Будет свидетельствовать о мне. Там Я. Там не Павел. Там Я с ними. Там Я живой, воскресший. Там Дух Святой. Для Духа Святого, для Господа нет стен. Нет страж. Нет Неводительства. Нет. Там Господь. Где Дарут Божий? Где Его сыновья и дочеря? Там Он. И сегодня это место Писание говорит. А также и Вы будете свидетельствовать о том, что Вы сначала со мной. Сначала со мной, братья и сестры, вмигните в это слово. Может, мы думаем. Может, приходит мысль, что Я спасен по молитвам чьим-то. Может, мой дедушка, бабушка, мои родители были верующие. Не забывайте то, что это нас не спасает. Он сказал, потому что Вы сначала со мной. Братья и сестры. Ничем не хуже эти люди, окружающие нас, которые знают Бога, чем мы. Но промысел Божий, Бог усмотрел и говорит, Вы сначала со мной. Как я должен за это благодарить? Господи, от начала Ты усмотрел, когда еще не было меня на этой земле. Но Ты усмотрел меня ко спасению. И дать мне залом Дух Святой. Братья и сестры, я за что благодарить. Я за что славить Его. А мы сегодня говорим, просто поймите меня, не обижайтесь. Мы говорим сегодня Пятидесятница, Пятидесятница. А Дух Святой сегодня как в моем сердце, в моем доме, в моей семье. Пятидесятница? Или просто говорение языками? Братья и сестры, Пятидесятница – это не говорение на иных языках. Пятидесятница – это знамение. А Пятидесятница – это сила, поназание, власть Божия. Радость, победа, любовь, кротос, воздержание, терпение. На таковых нет законов. Это Пятидесятница. Это роль Духа Святого на земле. Для того, чтобы Он пришел на землю. Я говорю, пошлю вам. И мы читаем там, Христос говорил такие слова. И мы говорим, внимательно, будьте. Я вчера даже об этом подчеркиваю. Когда мы привыкли к победе о Духе Святом, который учешает. Так написано, учешает. Да, и аминь. Но мы самое первое. Я не читаю его сегодня. Но я знаю, что вы все это место знаете. Там написано, что даже пошлю, Он придет и что? Кто обличит мир о грехе? Да. Братья сказали, о правде и суде. И знаете, вот эти три слова. Да. Если мы уникли, обличить мир о грехе. Хорошо. А как о правде? А как по сути обличить? Обличить. Скрыть. Показать. Показать. О том, что Он ничего общего не имел и не имел со грехом. О правде. Что Он никогда не был и не будет идти со лжою. А Он есть истина. Он есть истина. И Он никогда, эту истину нельзя ничем опорочить, опачкать или закрыть. Истина остается истиной. Слово Божие есть истина. И Господь сказал, если истина освободит, то истину свободны будете. Слово Божие. Кто есть истина? Вы знаете. И сегодня я хотел бы сказать на этот момент. Вы знаете, мы сегодня, давайте этот день задумаемся. И я вместе с вами. Пятидесятница. Господи. Я давно. Я уже вспоминаю. И знаете, столько лет. Крещеный Духом Святой. И не стыдно. Когда смотришь, Господи, столько лет. Мы говорим. И часто бывают такие моменты. Мы говорим. Молимся на иных языках. А в сердце не пятидесятца. Поймите. Когда мы читаем. Сошел Дух Святой. Он сказал. Примите силу. Мы сегодня говорим. Было. Были времена. Были служения. Были благословения. Действовал Дух Святой. Были исцеления. Были крещения Духом Святым. Были. И сегодня люди. Вы знаете. Просто не могут понять то, почему нет. Ищем. А кто виноват. Ну конечно. Первый кто виноват. Слушайте. Проповедение. Мы можем так. И сегодня люди думают. Сезжают. Собираются. Вместо того, чтобы молиться. О том, что в Пятидесятнице было Дух Святой. Мы молимся Господи. И собираемся, что Боже благослови нас. Благослови наших братьев. Благослови сосудов молитвенников. Нет. Мы можем собраться и искать недостатки друг друга. Братья и сестры. Это не роль Духа Святого. Это не Пятидесятница. Не Пятидесятница. Мы Пятидесятники. Мы крещенные Духом Святым. Мы собираемся, чтобы нам войти в облако славы Божьей. Войти. И чтобы эта благода Духа Святого получила на нас и на дитях наших. Аминь. Аминь. Но сегодня, к сожалению, мы говорим о Духе Святом, о Третьей Личности Божества. Мы говорим о Нем. И мы сегодня забываем о том, что мы несем ответственность. С меня Бог спросит. С вас Бог спросит. Павел, когда был на этой земле, когда жил и где он ходил, он именно присутствовал с Богом и Бог с ним. Заметьте, в один момент, когда, представьте себе Павла, в это путешествие его, который был на земле, плавание, затруднение. И он смело говорил. Бог, которому я служу. Он сказал мне, что мы не погибли. Как он смело говорит? Бог, но он знал, которому он служит. Братья и сестры. Мы часто крещенные Духом Святым. Поймите правильно, о чем сегодня я говорю. То, что Бог открыл сегодня, говорит здесь. Мы говорим, что мы крещенные Духом Святым помазали. И это помазали, что учит вас. И что нет нужды, чтобы кто учил. Друзья, это не говорит о том, что мне никто не должен больше учить. Нет. Дух Святой никогда не пойдет в разрез Слова Божьего. Дух Святой и действие дарит Духа Святого никогда не будет против разрез Слова Божьего. Никогда. Дух Святой и Пятидесятница всегда идет любовь, единство, умоление, кротостерпение и воздержание. Нет. Почему мы сегодня это забываем? Мы забываем за действие Духа Святого, плоды Духа Святого. Мы говорим о Пятидесятнице как от высшей степени духовного состояния, но забываем плода. Почему мы говорим? Но мы духовные. Мы крещеные Духом Святых, братья и сестры, может ли из одного источника честь горкая и сладкая вода? Может ли зависть, посуждение, проклятие или нет? Не может, братья и сестры, быть то и другое. Или Господь, или Дух Святой, или там кто-то другой. Если там горкая зависть, это уже не Дух Святой. И заметьте, друзья, Бог подчеркнул, что Он придет обличить. Обличить. Поискрыть. Показать. Грех. Сегодня, и Господь сказал, я вчера это подчеркиваю, Он сказал о том, что сегодня в церквах не люблять этого действия. Хотя я говорил о Пятидесятниках. Не люблять этого момента, этого стиха. Не люблять. И Господь сказал, запомни, та церковь, которая именно Пятидесятника, действительно, там Пятидесятница, то там действует Дух Святой. Там знает голос Его, там любит Его, там верит Духу Святого. И Дух Святой никогда не будет делать так, чтобы церковь на куски ели. Никогда. Дух Святой всегда действует для того, чтобы церковь приготовить ко встрече. Мы думаем так, что Дух Святой может делать такие моменты, как это сегодня действует. И упираясь, говорит, а это было, там открыто нам так и так. Ребята и сестры. Никогда в разрез Слова Божьего не будет действовать Дух Святой. Никогда. Дух Святой всегда действует к созиданию и устройству. Это Пятидесятница. Всегда это действует Духа Святого. Я не думал даже сегодня эту тему у вас затрагивать, именно что я говорю. Но Господь сегодня сказал. Питально это сказать, потому что это проблема, а люди болеют. Пятидесятница для того, чтобы мы были восхищены, поняты от всей земли силой Духа Святого. Какой? Какую я должен иметь и вы? Силу. Не слова, не языки, а силу. Силу. И вот сегодня Господь говорит, что церкви, которые не любят обличения, и где нет, чтобы Господь действовал, церкви, которые не любят, чтобы действовал Дух Святой, а люди взятыки давно уже, там нет ничего общего с Пятидесятницей. И в церквах мертвая гробовая тишина, там все хорошо, там все прекрасно, все устроено. Там и прекрасные церкви, прекрасные хори, прекрасная новая установка. Но там нет места Пятидесятницей Духу Святому. Это опасно. И Господь сказал, много таких сегодня церкви, а мне их жаль. А кто пойдет говорить, что сегодня мы погибаем? Мы не верим, мы не любим, нам все хорошо, и нам не нравится, когда будет обличать Господь, когда будет говорить, нам не хочется. Почему? И здесь Господь говорит, обличить мир от греха. Дорогие братья и сестры, я бы хотел сегодня остановиться над словами из Деяния апостола о том, что мы говорили, что я сказал, что Христос сказал, что о, когда получите силу и будете не свидетелем. Дорогие друзья, я говорю о той силе не эмоции, но силе Божьей. Если мы думаем, что мы можем спастись так, без помазания Духа Святого мы не сможем. Заметьте, я зачитаю апостола Деяния 10 главы 38 стих. Как Бог Духом Святым и силой Его помазал Иисуса из Назарета. Зачем? Он Сын Божий. Зачем Ему это? Братья и милые сестры, Сын Божий нуждался и имел на это правду. Кто же я? Как я могу проповедовать? Как я могу идти здесь на минуту? Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он, ходив благотворяя и сделая всех, обладая Ильяом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он стране Иудейской и Иерусалиме, и что наконец Его убили и повесивши на грех. Этого Бог воскресил третий день и дал Ему являться. Не всему народу, но свидетелям, пред избранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресению Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям, свидетелям, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получает прощение грехов именем Его. «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой слушал на Него и на всех слушающих Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа извелся и на язычников. Ибо слышали и говорящих языками и величающих Бога. Он сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Государственного Христа, потом Он. Они просили Его пробыть у них несколько дней. Ребята и сестры, я тогда читал, в то время это была первая апостольская церковь на земле. И вот здесь, на этой странице Иоанна, я оставлю на себе слова, что именно Сын Божий, Он нуждался в Духе Святом и силе, которую помазал Господь Иисуса Иисуса Заветного. Дорогие братья сестры, сегодня мы здесь находимся на этом месте. Давайте задумаемся, как я могу проповедовать, как я могу здесь быть в церкви, как я могу быть в доме, в семье, как я могу быть на работе, как я могу жить, не имевши этой силы и помазать. Заметьте, что Бог Духом Святым помазал не на один день. На все время пребывали на этой земле, Он был свершат. Почему сегодня нет этих действий? Господь сказал, что люди оставили это, то, что написано, что Господь оставил для нас. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примите силу. Мы, может, часто забываем о том, что мне и тебе нужна сила наступать. Сила нужна. Власть нужна, братья сестры. Это не то, что сегодня, как Господь говорит, да, отступили от меня, а да, оставили меня. Тогда устами говорят, можно сегодня говорить, можно сегодня топтать сатану, а он сбьется, топчите, но я с вами. Я вас не боюсь. Почему? У вас нет силы. У вас нет помазания. Вы говорите о помазании, но вы говорите устами, что имеете помазание. Но помазание Духа Святого никогда не пляшет, никогда не будет делать то, что вы делаете. Помазание Духа Святого, первое, умоление, смирение, сокрушение и радость Духа Святого. Это помазание. Сын Божий никогда не плясал и не говорил о этом. Сын Божий никогда не говорил о группе прославления или прославлении Бога. Но он одного славил Бога, но на нем было помазание Духа Святого и сила и у нас Божьей. Это нужно сегодня нам. Люди забывают об этом сегодня и думают, что мы уже помазаны, когда мы говорим на языках. Братья сестры, нет. Помазание силы Духа Святого, Божье помазание, оно учит. Аминь. Дух Святой. Оно учит. И оно не поддельное. Ты его не перепутаешь ни с чем. Помазание Духа Святого, это не библейский камыш, это не удостоверение, не лазь, нет. Помазание Духа Святого, это власть. Божья власть. Сын Божий не был доктором богословия. Он не был доктором, но он был Сын Божий, помазанный Духом Святым и властью. Павел. Павел. Павла знаю. Знаем мы такого. Бес не знает. Почему? Он помазал силой Духа Святого. Властью Божьей. Либо и сестры. Знает ли нас так? Мы крещеный Духом Святым. И Господь сказал, вы примите силу. Для чего? А вас будет знать земля, вас знает небо и вас будет знать ад. Что вы особенный род. Вы, граждане неба. Вы имеете печать, залог Духа Святой. На вас помазание. У вас помазание. У вас силой власть. Этих церквей, этих домов, этих семей, этих душ, этих людей боится ад. Потому что они не свое не Божие. Почему боялся Сатана Павла? Почему боялся Сатана Петра? Почему отступал? Почему боялся Сына Божьего? Почему? Потому что там был Дух Святой, там Господь, там власть та сила. А почему мы? О, нет сегодня этих одарованных братьев. Будем ехать от края до края искать. А где там одарованные братья или сестры, сосуды, чтобы было мне сказано? А теперь уже попробуй найти. Брат, не знаешь, где истинные пророки? Нет. Дорогие братья и сестры, к сожалению, к стыду нашему, мы не знаем Бога. Если бы вы знали Его истину, то сие помазание учит вас. Найдите на странице священное описание, а? Найдите, где Господь так действовал. Идите, ищите, чтобы вам было сказано. То ангел явился к Корнилию и сказал, пойди, пошли. Но в это время ангел говорит, Господь говорит Петру, когда пойду за тобой, иди. Видите, какая гармония Божия? Духа Святого помазание Божьего. А что сегодня? А что сегодня? Эта Пятидесятница, она не перестала быть Пятидесятницей. Если ты сын, если ты дождь помазанный Богом, помазанием Духа Святого, то Господь знает о тебе и о доме твоем и о нужде твоей. Аминь. Он никогда не опоздал и не опоздает быть твоим домом, твоей семьей, твоей нужде. Никогда. Он не опаздывал и не опоздает, но мы часто хотим, так как мы понимаем. Господь говорит, не делай этого. Не делай. Вы знаете, когда он сказал там, мы читаем Деяние апостолов, что не ухудшайтесь от Иерусалима, а житя обещанного. Ну я так читал, ну Иерусалим, Иерусалим, ну не ухудшайтесь, жите на этом месте, ну хорошо. Ну а как это принять мне сегодня, в нашем веке, как это место для меня, а не ухудшайтесь от Иерусалима? Что мне ехать в Иерусалим? Там мы. Ну все же не могут в Иерусалиме жить. Ну хорошо, не все могут туда поехать. В каком Иерусалиме? Иерусалим, это есть место присутствия Бога. Жизни, действия Сына Божьего на земле. Не уходи с того места, где избрал тебя Господь и поставил тебя Господь. Знай, общение живем с Богом. Не прекращай, не разоединяй, не меняй. Общение с Богом на что-то другое не меняй. На этот мир, на эти прелести. На сегодняшний, на сегодня то, что за нас предлагает. Не меняй. Не отлучайся от Иерусалима. Не упускай молитвы, общение с Богом. Иди, получи силу. Не уходи, не отлучайтесь. Не отлучайтесь от голгофы. Не отлучайтесь от покаяния, смирения, умоления. Не думай, что ты совершен. Что ты святой. Тебе все хорошо. Не отлучайся. Жжи. Жжи. Блаженый нищий Духом. Ибо их есть Царство Небесное. Будь нищим всегда. Не отлучайся. Жжи. Тебя будет не любить. Тебя будет полосить. А ты не уходи от места молитвы от голгофы. Искупитель жив. Аминь. Перенесятница реальная. Дух Святой реальный. Живот. И действуй. Не отлучайся. Это помазание будет на тебе. И на детях твоих. Аминь. Не отлучайся. Жжи. Обещанное Богом. Жжи. Он даст тебе. И дому твоему церкви даст. Не уходи. Мы можем быстро уйти. А не так. Сами строись. Сами планировать. Господь говорит, не отлучайся. Не отлучайся. Не бери за свой разум. Не бери на себя. Не отлучайся. Не отлучайся. Но жжи обещанное. Не обещал. Я из Альфа и Омега начало конец. Первый и последний. Я живой. Аминь. Я не изменил. Люди сегодня отлучились. Люди сегодня. Христос сказал. Пятидесятница. Сегодня есть. Той же самая. Господи. Ну где это даровое действие. Господь говорит. Она не изменилась. Пятидесятники изменились. Они оставили первую любовь. Они оставили ревность о Боге. Стала религия. Обряд. Стала. Люди стали искать. Господь говорит, чего искать. Что, чтобы просто посидеть. Хороший хор. Прекрасная музыка. Орган. Вот это нас устраивает. А Дух Святой. А там занят. А не говорю, что там нет Бога. Я не говорю об этом. Я хочу сказать, что там нет места Духу Святому. Да и Аминь. Я не говорю о всех церквах. Но есть такие. Много церквей Бог показал. Что там нет ничего общего. Пятидесятница там умерла. У них. Но не Пятидесятница Божья. Она никогда не умрет. Но у них да. Почему? Он не нужен. У наших славян уже стало так. Что уже программа служения на целый год. Проповедников Всетворения Псалмов. Орги Духу Святому. Да. И Господь говорит, смотри, в какой картине печальный церковь. Дух Святой управлял первой апостольской церкви. Помазание. Ведение. Павел. Идет. Павел идет. Та женщина кричит. Кричит одержимая. Кричит. О них говорит. Казалось бы. Но это не в твоих рамках. Павел. Ну пусть кричит. Павел. Но она на вас не остает. Но Бог. И живой Бог. Помазание. Дух Святой. Пятидесятница. Он подходит со властью. Он повелевает. Он приказывает. Так как Сын Божий. Он говорит. Лазар. Тебе говорю. Выйди вон. Это власть. Это и есть роль Духа Святого на земле. Пят. Говорит. Что имеют. То дают тебе. А то смотришь. Что ж ты дашь. Ну что то время. Сейчас в кармане что то там зазвенит. А он даже руку в кармане сует. И говорит. Серебра. Ага. Значит звук. Значит что то есть. Будет. И золото. И золото. И золото. А ты знаете. Бог показывает его сразу. Мы. Это. Моленосная страна. Значит дать. А вот. Нет. Обрыв. А что ж ты. Нет у меня. А что ж ты стал. Я жду. Дай. Дай. Положи что то. Нет у меня. Ах. Бедный. Несчастный человек. Ты не знаешь что стоит перед тобой. Ни муж. Ни человек. Нет. Ни Петр. Но там восстановился для тебя. И Аня. И Десятница. Дух Святой. Помазание. Власть. И там стоит помазанный Богом человек. Божий Сын. Который помазан Богом. Властью Божией. Повелец. Стань. Это больше серебра и золото. Тебе говорю. У меня серебра и золото. Нет у меня. Тебе говорю. Стань. И ходи. Аллилуйя. Это Пятидесятница. Братья и сестры. Это Пятидесятница. Это Дух Святой. А чего это? Что у нас? О. Это должны быть пастыры. Это должны быть проповедники. Это должны быть. Так. Не написано. Что Бог даст Пятидесятницу для пастырей. Для пророков. Нет. И, говорит. И старцы. И юноши. И девицы. Что вы в Териле мечтаете? Те пророчества. И видеть видение. Но сойдет и залется Дух Святой. Аллилуйя. Да ведь чудное обетование еще тогда. Бог усмотрел. Сказал. О, это Пятидесятница. Но где она? Где найти сегодня ту реальность? Господь сказал. В Голгофе покаяние. Если церковь придет. Если я приду. С раскаянным сердцем. К ногами Су Христа. Я переживу эту Пятидесятницу. Не раз в жизни. На каждый день. Каждый день. Не думайте. Что один раз я получил. И этого достаточно. Нет. Каждый день. Павел говорит. Я умираю. Для того. Чтобы жил Бог Христос. Видите. Что Пятидесятница хочет. Каждый день Вася должен умирать. Если ты не будешь. Ты останешься в своем соку. В своей закваске. И ты погибнешь. И Господь говорит сегодня. Обратим внимание. Что тот подходит и говорит. Нет у меня. Но что имею. То дает. И Бог говорит. А ты можешь дать? Вопрос. А у меня есть что дать? Нет. Братья. Другие сестры. Я не скажу. Что у меня был не хороший пастырь. Или проповедник. Или у нас была малая церковь. Плохая церковь. Незнаменитая. Не авторитетная. Непопулярная церковь. Мы всеми можем. Нелюбимая церковь. Молит презрение. Нет. Нет. А ты не будешь исключить. Нет. Я не скажу перед Богом. Так. Бог спросит меня. А твоя. Вася Пятидесятница. Нет. 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 А где место твое? А где Иерусалим? Где ты был? В Иерусалиме? Нет. Где ты был? Может ты был на Мауицких полях? Нет. Может как я посылал мне Невию? Я посылал тебя туда и иди. Нет. А ты форзист. Нет. Нет. Братья и сестры. Это Дух Святой. Это Пятидесятница. Бог ходит на Мауи и там. А я не хочу. Я понимаю что я. Мне там не нравится. Я так не хочу. Я хочу так. Я хочу так. Понимаю так. И он так понимал. И он хотел. Но зато он сказал. Я чту Бога. Нет. Я чту Бога. Я еврей. Ооо сколько у тебя уже хороших качеств. Но нечто. Это ни о чем не говорит. Что ты любишь Бога. Но ты беглец от Бога. Беглец. Ты бежишь у Петца Господнего. Тебя хочет Бог видеть в Неневии. Но не на Кремле. Это правда. Я не форзиста. А я не хочу туда. Там нужно проповедовать. А там люди в грехе. А там назначен суд. А люди грешные. Зачем? Мне Святому Иоанне там проповедовать. В форзисте более удобно. Нет. Нет. И Бог говорит. Иоанна. Беглец. Брадеды и сестры. Нет. Не думайте, что тогда не было действие Духа Божия, Духа Святого тогда был. Он от начала. И сегодня тот же самый Дух Святой. Он спрашивает тебя и меня. Где твое место? Что ты делаешь здесь в этой церкви? Какой роль твоя? Какое занятие твое? Какой труд твой? Он спросит. Ты что проходил просто в служение? А что ты делал? Ну я же не проповедник. Понимаете, дорогие сестры. Я же не сосуд. Ну я же не пастор. А с меня мало взлетится. Ну не понравится побуду здесь. Сегодня в Америке стало так. Ну не нравится мне. А здесь у вас тоже в Массачусетсе я знаю много церквей. И есть куда идти. Есть куда идти. Братья и сестры, под лица Божьего не уйдете. И идите куда угодно. Но будете отвечать за каждый прожитый день в Массачусетсе и в штате этом. Чтобы не были свидетелями его. О нем. Мы, я, все будем отвечать. Каждый раз в своем месте жительства. Что я не отображал славе его. Я не имел это опомазание. Я должен быть в Иерусалиме. А я не нахожусь там. Бог спросит. Он спросит нас. И вот здесь кто-то подошел и говорит. Что имею, то даю. Если бы сегодня церковь, а народ Божий, обратилась лицом своим Господа и сказал Господь. Я вот встану. Не ищите, братья и сестры. За дверь, где ли согреетесь. А ищите колбовку. И себя. Чтобы видеть там. Роль Духа Святого. Показать мне мое состояние. Роль Духа Святого. На земле пересядется. Мне не показать. Мне сегодня Люди или Ивана или Жени. Состояние. И Марии или Гары. Какого они должны состоять. Это не роль Духа Святого. Роль Духа Святого. Показать мне мое состояние. Но наши пересядницы сегодня наоборот. И мы знаем всех, что кто чем грешит церковь. Только не я. Я о себе ничего не знаю. И мы говорим на языках. А мы не имеем той любви, которую имела первая церковь. Не спасает динаминация. Не спасает мне языки. Нет. А спасает помазание. И мы это и учим, когда мы в нем и он во мне. Да. И когда под он прошел. И знаете. Когда мимо уже ходили даже тень проходящих. Что Петра исцеляло. А почему? Потому что помазание было на нем. Дух Святого Пятидесятница. И Господь сказал. Однажды я помню. Я открыл дверь. Железный занавес. Этой. Дал свободу моему народу. Многострадальному. Которому вопияли ко мне день и ночь. Дай нам свободу трудиться. Дай нам свободу свободу соберять. Мы же их желаем. Мы же я дал. Показать им. Насколько они честны. Не успели. Не успели переступить. Переступить. Порог этого знания. Этой страны. Здесь мы уже забыли о своих обещаниях. Забыл говорить о Бог. Забыл говорить о Бог. Забыл говорить о Бог. Ослутились. Сделали так. Что все что забыли. Некогда помолиться. Некогда. А пусть. А проповедовать. А не желание. Да есть. Пусть несут ответственность братья. Пусть думают кому там. А у меня сегодня выходной. Я сегодня устал. А мне сегодня голова болит. Братья и сестры. Пятидесятницы этого нет. Павел всегда готов. Петр всегда готов. Даже смотрите. Взяли поезд. Проповязали чей поезд. Чтобы так сянуть помидоры. Да не иди туда Павел. Не иди. Петр не иди туда. Ты знаешь. Нет. У него есть. Там где Дух Святой. Там свобода. От страха. От неверия. Там свобода. Там любовь. И знаете. Мне бы хотелось. Чтобы сегодня. Мы задумались так над этим местом. Зайти в тот момент. Посмотреть на этих мужей. Этих мужей Божьих. Которые получили. Был день. Когда их. Бог крестил. Дух Святым. Так как и нас. И он проповедил. Слово Божественное. Сколько они пережили. Павел. Сколько он пережил. И это не что их настроило. Ничто. А нас. Как мы сегодня видим Бога. Ну и братья сестры. Отцы. Матери. Что видят наши дети сегодня в нас. Что. Здесь Павел. Он когда был на это низкое земле проходил. Вот. Он проходил. Ихняя жизнь осталась. Для нас. И мы видим на эту жизнь. Как видят наши. 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 Наши братья. Наши сестры. Что мы видим. Что мы слышим. Братья и другие сестры. Давайте мы вдруг будем проходить служение. Не чтобы что-то у кого-то увидеть. А увидеть славу Божию. Заскатится Господь. Мы будем. Видеть его. Мы будем слышать его. Мы будем говорить с ним. Я бы хотел. Чтобы сегодня мы. Просто задумались. Что Пятидесятница. А то не просто слово. День. Динаминация. Сошествие Духа Святого. Это пошла такая новая. Динаминация. Да не братья и сестры. Это назначено. Как я читал саму. Начал этот стих. Что от начала. Он нас. Предупредил. Возначил. И Господь дает. Как Сыну Своему. Отдал помазание. Он знал. Что без Духа Святого. Без помазания. Мы не даем. Не даем. Помните. Народ израильский. Божий народ. Особый народ. Избранный. Бог отделил его. Бог поселил его. В то место. Где было все прекрасно. И все благополучно. Для того. Чтобы. Им помочь. Для того. Чтобы служить Богу. Вывел из Египта. Избавил всех искушений. Избавил. Они же больше не делал. Но душой и внутренностью они остались в Египте. Вы заметили. Как они еще выходили. Бог их избавляет. Освобождает. Чтобы они могли служить. И Бог говорит. Я показал. Что без помазания. Народ не сможет исполнить ни одной заповеди. Не сможет. И не сделает. Но за тебя и за меня. Пришел на эту землю. И исполнил весь закон. Совершенствия. Сын Божий. Но мы не сможем. И потому что мы исполнили заповеди Его. Он послал нам Дух Святой. Это помазание. Когда Его учить. Висеть. Сопровождать. Наставлять. Будущее возвещать. Это Дух Святой. Это роль Духа Святого. Я вчера немножко останавливался. Сегодня хочу вас немного затронуть. Поэтому мужа. Вы знаете. Мне он очень тронул. Я вчера все не смог сказать. И сегодня я не смогу. Потому что время бежит в нас неумолимо. Такие братья и сестры. Вы знаете. Мы думаем о Пятидесятнице просто. Как о дне. Что было в один раз в жизни. Друзья дорогие. Пятидесятница. Это моя жизнь. И твоя жизнь. Реальность с Богом. И знаете. Когда. Я вчера говорил. О этом. Юноше. Который. Получил Дух Святой. Как мы. Это был Сифан. И когда он получил его. То он говорил. Слово Божие. Звездновение. Тогда было не так проповедать. Как сегодня. Друзья дорогие. Там. Его. Проповедь было. Он знал. Что после проповеди. Что может быть. Павла. Побыли. За что за проповедь. Побыли. Вытащили за город. Пришли уже. Друзья. Брачья. Пришли посмотреть. Хоронить Павла. Потому что избили. А он встает. И Господь говорит. Знаешь почему он встает. Пятидесятницами нельзя убить. Он жив. Потому что он воскресение и жизнь. Это не Павел. Это Христос. Павел помазан тем же Духом. Той же силы. И великий власть. Аmandи. Ведь не можете его убить. Он встает. И куда он пошел? Братья. Берите меня. Везите меня. Куда-то еще. Дальше отсюда. Нет. Он идет. И и дальше говорит о чем? Пятидесятница не может молчать. Пятидесятница не может быть под поле. Пятидесятница не может быть скрыто. Пятидесятниця не может быть резонансий. Пятидесятница — это общество живы. реальных, верующих народа Бога, а вы не кровью Артца. Там она жива. Если мы говорим, что нам нужно дома сидеть, нам нужно отдельно где-то быть, мы иначе не спасемся, потому что церковь грешна, все грешные, и мы не спасемся. Пасты грешные, проповеди грешные. Я не спасу. Другой брат и сестра, если ты, пятидесятник, крещенный Духом Святым, то Христос не боялся проказы. Она на него не перешла. И никакая болезнь на него не перешла. Если ты в режиме и Духом Святым, помазан Духом Святым, то грех рядом сидящего брата и сестры тебя не коснется. Этот его не перейдет, но ты будешь сегодня свидетельствовать, что ты царат царей, амина кровью Артца и помазание Духа Святого на тебе. Ты не уйдешь сами. Ты будешь здесь, как святитель Божий. Но те, которые это делают, они идут от лица Божьего искать, не Господа. Не Господа. Мир братья и сестры, я часто вспоминаю, и мне очень остался такой пример одной из сестер, баптистов, в нашем городе на Украине, где я жил. Она была очень такая, ну как сказать, верная своим братьям, сестрам и Богу. Она любила Бога. Но она так научена. Она когда столкнулась с тридесятниками, она заинтересовалась этим. И знаете, она очень глубоко это все доставала. И были такие моменты, что она все хотела беседовать, но я знал, что за чем я. Ну ты баптист. Ну ты же баптист, ты все равно, ты просто копаешься, ну ты же... Она говорит, ну ты мне объясни. Я знаю, однажды, когда у нас была последняя беседа, и мы с ней побеседовали, она пришла домой, на себя пришла домой, и вот я мыла посуду. На кухне мыла посуду. И сказала, Господи, ну там так написано. Ну там так написано. Я мою посуду. Но если у меня что-то есть такое, что не может во мне быть Дух Святой, то очисти меня, как я эту посуду мою. Я говорю, омой меня, ну крести меня Духом Святой Весе. Так написано, я хочу это иметь. И она заговорила на них языках, сошел Дух Святой. Ее за это исключили все. Исключили, потому что она обыдает. А ей, наши старые сестры, начали советовать. Сестра, ну давай до нас. Потому что там тебе обыдает. Она сказала, это помненьше она сказала, и на голову брат по связи, знаешь, и сказала, Господи, а чем я? Лучше моих сестер, братьев, которые... Ну и исключили, и что. А я буду там все равно. И она осталась. Она осталась там. И я узнал, что она осталась там не просто так. Ее сейчас приняли, восстановили. И Господь там покрасил Духом Святой. Почему? Потому что она так была свидетельницей Божьей Пятидесятницы. И она не побежала от грешных, безбожных, как и мы, как часто можем говорить, или мертвых баптистов. Нет. Она осталась там, потому что у нее Пятидесятница. А мы, Пятидесятники, бегаем по Пятидесятникам. Что это за сынок? Чего мы ищем? Чего мы ищем, братья и дорогие сестры? И вот здесь я говорю о этом молодом юноше Сифане. Когда на нем было Пятидесятница, Дух Святой, он не боялся ничего и никого. Перед ним сидели, стояли там эти люди высоких равнов. Седые, старые, дедушки. Ну и что? А я должен вам сказать то слово. Сифан, как ты говорил? Вы знаете, когда я спросил Сифана, мне было интересно за эту проповедь. Как ты говорил эту проповедь? Ну как ты? Ну ты же только что уверовал. Ты только получил крещение Духа Святого. Ну не дала. А он говорит, у Духа Святого Пятидесятницы нет стажа. Он от века. И там, где Дух Святой, где помазание Духа Святого, где Господь, там мудрость Божия, там власть Божия, там сила Божия. То не надо то, что ты не знаешь, мол, в Библии и память, мол, ты не изучил этики и степики, мол, ты не знаешь истории церкви, мол, ты не имеешь власти, мол, ты не такой института, мол, ты не буховару. Это не имеет значения. Я знаю Господа. Я имею помазание Духа Святого во мне Господь. Он говорит, я увидел, когда я стоял, я не видел их. Я увидел Слову Божию, ангелов и Сына Божьего, славы. Вот что я видел. И он давал, а я говорил, я то самое, что повторял. Он показывал, говорит, я говорю. Что вы проповеди на 50 дней? То, что видим, или то, что слышим? Брат, вот готов проповедь. Там нужно хорошо дать. Рива и сестры. Мы можем дать. Но пусть Дух Святой говорит. Пересядется и роль пересядется. Отверг на то не отвергать. Он пришел утомленного, изнимавшим, подержать, подкрепить, утешить. Это Дух Святой. Рива и сестры. И Стефан говорит, когда я говорю, я видел. А он мне тогда, я часто об этом говорил, когда сказал, твоя проблема, ты часто плачешь. То ты имеешь большие глаза и уши. Ты видишь, что, какой камень имеет на тебя, кто что против тебя и что говорит о тебе. Это у меня проблема. Если бы я смотрел, кто какой камень держал, я не видел бы отверстие неба и сына человеческого славы. Господи с ней Бога, я не видел бы. Милые братья и сестры, Пятидесятница это не для того, чтобы мы видели, кто что против меня, о каком состоянии кто. Нет, Пятидесятница это я во Христе и Христос во мне. Моему ничего нету. Я, Павел говорит, меня уже нет. Не я, а Христос. Милые братья и сестры, время летить неумолимо. Я вижу, что не всем здесь смещается слово. О них уже кривляться одни что-то. Почему? Потому что Дух Святой свободен. А в ней не свободен, но мы контролируем массивными узрами. А что правильно, а что неправильно. Экипас Сихвад не контролировал, что нравилось и не нравилось. Он смотрел, что говорит Отец. Он говорил это. Он принял свое слово, передает Отец. Он любил народ. Он любил этих седовласных старцев. Он любил этих патриархов. Он любил этих священников, пересвященников. Он любил их. Он давал им шанс спастись. И Стефанин говорит, вы, отцы ваши, и вы, гнадий пророков бывших, гнадий, убили. И вы убили предвозреждения пришествия праведни, которые предателями и убийцами сделали снынилые. Это удар. Это удар. Но это, мать и сестры, говорит о чем? Что это роль 50-ти Духа Святого. Он не сказал, ах, извините, дедушки, извините, священники, пересвященники, но вам как-то нужно подумать и исправить духовное состояние, потому что Господь, если Бог, мы могли сказать, заукрулить, мы могли сказать, ну, мы, братья и сестры, любим, ищем Господа, давайте будем молиться, чтобы Господь нам благословил, и святил. Нет. Стефан так не говорил, Павел так не говорил, Павел так не говорил, и Христос так не говорил. Он вещи называл своими именами. Если Христос видел, то Он говорил, кто вы ест? Он говорил, вы, гроби. Он не сказал, вы, тези. Но то, что там были верующие, там не были атеисты, там не были куличеры, там не были, там были святые люди, так называют. Видите, как грубо сказал. Стефан говорит, вы убийцы. Подвел черту, а это Дух Святой, это любовь. Я люблю вас. Вы и отцы ваши, и вы, и разберем. Стефан, слушая это, он и валясь, сердцем своим, и с прижитаемыми его зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого. Видите? Стефан же, будучи исполнен Духа Святого. Это не помешало ему. Это ничуть не стало препятствием для того, чтобы его расширить не с Богом. Я хочу, почему этот стих вычеркиваю сейчас, что часто нас рассоединяет что-то с Богом. Мы даже можем, когда молиться, во время молитв у нас мысль прострелила, и у нас оборвалась молитва общаясь с Богом. Почему? Я его знаю. Если меня рассоединить связь с небом, его успех. Если он знал, если рассоединить Стефана, чтобы он не видел небо, он не будет стоять дальше. Он не будет говорить правду. Он будет встить в духу народа. Он будет лицемерить, он будет хвалить, он будет ободрять, как сегодня многие делают. Но и в Пятидесятнице, исполнив Духа Святого, они будут говорить истину, Слово Господа. Если там ободряющее, ободряющее, если там подкрепляющее, подкрепляющее, если там обречение, обречение, но это любовь. Это должно быть покаяние. А они этого не сделали. Истерфан говорит, будучи исполнен Духа Святого. И Господь сказал, я хочу, чтобы мои сыновья, мои дочери служили мне исполнен Духа Святого. Исполнен Духа Святого. Имели это помазание. Я хочу, чтобы мои дети, они были исполнены Духа Святого. брать, дорогая сестра, где твой Иерусалим. Это не я спрашиваю. Господь, почему ты оставил Бога? Почему ты забыл место поклонения Богу? Почему ты не стал той первой любви, молитвы, общения с живым Богом? Почему? Сегодня, в этот день Пятидесятницы, когда мы говорим, что сегодня тот день, братья, дорогие и сестры, сегодня этот день Бог хочет говорить с тобой и со мной, как Передесятницу. Сихфан был исполнен. Чем я сегодня исполнил? Сихфан был исполнен Духа Святого. Чем мы исполним сегодня, сейчас уже? И когда он был исполнен, он чтобы зрел на небо и убит славу Божию. И Иисуса стоящего от сну и Бога. Иисус сказал, вот этот стих, это самое основное, что боится Сатурн. Когда его дети, сыновья и дочери, как бы ни было вас темно, как бы ни было вам тяжело, как бы ни было трудно, как бы ни было тяжело в вашей жизни, можете опускать твои руки, уже нет вихода, кайся и молчу. И Бог скрыл свое лицо тебя. Не смотри на обстановку, не смотри на людей, не слушай, что говорит о тебе и что говорит твой адрес. Нет, поднимизор к небесам. Откуда приходит Бог? Он хочет говорить сегодня с тобой. Он хочет показать сегодня тебе славу свою, что ты сын его, что ты дочь его, во смея и оплеван всеми в поражении, но Бог говорит, ты мой, ты моя, Аминь. Я хочу говорить с тобой и сейчас. Я хочу сегодня показать тебе, как тогда Стефану, что ты видишь славу Божию, это сон не святых ангелов, сегодня это потолка нет, сегодня все это место своими плоскими глазами, эти пустые скобельки, они пустые, а это здесь место не пустое, здесь ангелы полщины. Мы сегодня благодарили Бога, мы сегодня торжествовали к вам славе, славе, голос почему мы не видим, почему помазание потирали, помазание потирали, или братья и сестры, мы время не это хотел, прежде всего склонить наши колени, и сказать Господи правду. Отец, проси меня, я 50-х и я крещённый Дух Святой, я крещённый Дух Святой. Но я уже 15 лет, 20 лет, 10 лет, 5 лет не исполнил Него Святого, Си Духу. Я исполнил раздражение, обиды, зависть, криви, поношение, осуждение. Это есть. Это Господь говорит, есть. Давайте скажем ему осуждение. Мы не свободны. Господи помилуй нас. Сколько раз мы молились о том, чтобы Господь благословел служению, братьям, служителей, молитвенников, сосудов, хористов. Сколько разных функций об этом. Давайте будем честны при Боге. Пятьдесят из-за этого не делает. Дух Святой пришел на эту низкую землю для того, чтобы приготовить церковь. Приготовить. И этот Дух Святой сегодня здесь. Здесь. Знаете, мне очень коснусь этот момент, что он сказал, серфан, когда был исполнен силы Духа Святого, он увидел, Господь говорил, когда народ исполнен силы Духа Святого, он видит отверстие неба, сына человеческого славы. Он не будет другое видеть и другое слышать, он будет видеть это. Это первые признаки реальной пятидесятницы. Когда мы видим ответствия неба, это невозможно было написано, Бога никто не видел и не может говорить, а кто видел и не может остаться живых. Да, и они. Павел и других момент только за Павла. Когда увидел Господа он пал как мертвый и стал новый Павел. Когда мы увидим ответствия неба, следует человечково славе, нашего я не станет, нашей стажем не станет, нашей святности не станет, мы увидим себя как и есть, с языками, но без силы. Но без силы, без помазания, без власти, без радости, без любви, без единства, без благословения Божьего. Мы увидим и нам будет в чем каять. Но мы увидим ответствия неба, славу Божью, и увидим, что нам немного не такого, мы видим, что есть, угодно Господу, мы увидим, что мы принесли, привели, сделали, нас из Идра есть к мире. И Господь сегодня говорит мне и тебе, это день пересядницы, Господь Духом Святом говорит, день твой, день мой, приготовься церковь ко встретению с Господом. Бог не пришел осуждать, Бог не пришел осудить, оттолкнуть кого-то, Он любит, ты столько лет верующий, куда ты был, молился так, исполнил Духа Святого, что не мог встать с коленей, говорю с Богом. Вот это пенизиадница, где твоя пенизиадница, где твое помазание, где твоя любовь, где твоя радость. Стефан был исполнен, и он говорил, это Божье слово, он видел, и когда там его били, он последний удар, и я так думаю, смотрю, читая, какая схожесть, какое единство, какое, все похоже друг на друга, точно, как мы часто говорим, ну, Сын похожий на Отца. Смотрите, молится Христос, Отче, не умени им греха село. И здесь этот же Сын молится, Господи, не умени им греха. Видите, одинаково. Почему? Я и Отец одно. Я вижу отверстного неба славу, и что восстанавливает стоящего одеструю Бога, моего Спасителя, Сына Божьего. Я вижу, ты увидишь себя, когда отверстного неба все доходы восстанавливают, ты увидишь себя, славу Божью, радость, тебе не стало твоей проблемой, и твоей обожьей уже, аминь. Он взял за меня, он поздравил и уезжал наши немощные болезни, он взял наши нужные, взял, тебе нечего решать, тебе нечего добиться, они уже решили Богом. Отдай! Вот что пересяхлется. Не я буду держать, не на свой разум, не на свой ум я буду брать, но отдать. Сихфан отдал, он ничего не решал, Сихфан был Богом, и с Богом. Но там был человек, который одобрал убиение Сихфана, который одобрял, и тут друг ни с чего эту одежду снимает, чтобы быть глубочей, больней досталось, бросаясь туда ног этого сала, тоже юношек. А Божий промысел, как Господь показал, это промысел Божий. Бог знал, ты одобряешь, ты одобряешь убиение помазанного духа святым памятным. Сам ты одобряешь, но эта одежда свидетельствует о том, что его место занимаешь ты. Это поле не Божие. Сихфан был один камень, последний ударен, и устроен сбиение сердца. А тебя эта одежда говорит, что ты тоже умрешь смертью. Какой? Как Сихфан только голову оттеку тебе. Оболочи. Вот это пятидесятница. Это роль Духа Святого на земле. Это помазание Божьего. Сихфан не остановился, не дрогнул. Павел ни при чем не дрогнул. Он не ушел, он не обошел страдания, так как сын Божий не обошел. Мы сегодня хотим легкой жизни, мы сегодня хотим хорошо здесь прожить на этой земле, служить Богу и спастись, а на бедом многими скорбями належите вам войти. Братья и сестры, это не на ветер слова, это не были слова на том милитровом века, восемнадцатого, семнадцатого или первого века и нашего века, когда мы жили наши отцы и мы тогда живем в той стране, где мучили христиан, братья и сестры, это и сегодня, сейчас, многими скорбями надлежит вам войти. Надлежит. Если будем стоять за дело Божие, если будем стоять по Богу и за истину, нас будут скорбей, но с нами Бог, аминь. Слава Божия, бойство Божие, помазание Божие, власть Божия, эта битва не твоя, а Божия, аминь. Эта проблема не твоя, а Божия, это нужда не твоя, а Божия, он войдет в дом твой, как дом Закея, аминь. Искать мир тебе, мир в дом твою, аминь. Я пришел решить эту проблему, я пришел исцелить, я пришел воскресить, я пришел поднять из-за этого глубины грека и сказать, встань, выйди вон твоему сыну, твоей дочери, твоему отцу, твоей матери, аминь. Веришь ли ты? Скажи сегодня, склоня сердце и колени, аминь.